В третье воскресенье после Пасхи в России отмечается православный праздник – День жен Мироносиц. По библейскому преданию, жены Мироносицы – это женщины, которые посвятили свою жизнь Иисусу Христу. В Серпухове впервые прошел этот праздник. Божественную литургию провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксии. Во Владычном женском монастыре особенная праздничная атмосфера. Перед началом православного праздника глава Серпухова Сергей Никитенко и настоятельница монастыря Игумения Алексия встречает архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия. В День жен Мироносиц владыка совершает божественную литургию. Богослужебные песнопения исполняет хор Владычного женского монастыря под управлением Игумения Алексии. Его высокопреосвященство сослужили благочины монастырей Подольской епархии Игумен Сергей Куксов и благочины Серпуховского церковного округа Иерей Игорь Чубан. Сотни гостей фестиваля вместе с главой Серпухова Сергеем Никитенко и президентом Института инженерной физики Алексеем Царковым следуют за архиепископом во время крестного хода. Более того, я иногда даже пою. Я знаю службу, я пою на службу на клиросе. К сожалению, деятельность не всегда позволяет это сделать, но двунадесятые праздники точно. Двенадцатый раз в году точно я в храме стою на клиросе. Впервые городской округ Серпухов стал площадкой для проведения яркого культурного события – фестиваля «Жон Мироносец». Православный праздник проходит во Владычном женском монастыре. Организатор – президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова. Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» четвертый раз возвращает традицию празднования православного праздника «День Жон Мироносец». Мы поздравляем с этим праздником всех православных женщин и желаем, чтобы Господь даровал им силы творить добро. На фестивале проводятся мастер-классы, здесь же работает ярмарка промыслов. Для гостей праздника – яркие выступления от воспитанников православной классической гимназии. Гостей православного фестиваля со светлым праздником Пасхи поздравляет архиепископ Подольский-Леберецкий Аксий. Этот день является самым главным днем, тогда, когда мы прославляем воскресшего Христа. Когда мы, наверное, вот все становимся такими вот маленькими детками, возвращаемся в детство, вспоминаем, если, конечно, есть кому вспомнить, те моменты, когда мы со своими бабушками пекли куличи, красили яйца. Но все это внешне, а то, что таит этот праздник внутреннего, глубинного, то остается с нами. И чем старше, тем ты понимаешь, что без Бога прожить нельзя. День Жон Мироносец отмечается в третье воскресенье после Пасхи. По библейскому преданию женщины посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Это великое торжество, потому что великий праздник, святой наш праздник, нашей Руси святой. Жон Мироносец – это олицетворение всех женщин, наших российских православных прежде всего. Ну и, конечно, великое дело, что прибывает наш владыка, архиепископ Подольский Люберецкий Аксия. Великий большой праздник. Сегодня был великолепный концерт в нашей православной гимназии. Тем более я рад, что у меня в первом классе моя учительница дочка сегодня выступала. Дай Бог таких праздников у нас побольше. После концерта – трапеза. Вот главное угощение праздничного стола. Прихожане также пробуют вкусный пирог от городских пекарен. Пироги очень вкусные, спасибо. Для студентов и школьников здесь организован круглый стол на тему духовного развития и наставничества для молодого поколения. Его проводит священник из городского округа Лобня Иерей Иоанн Мельник. Продолжение следует...